Интернет-технологии уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Это и общение с друзьями, развитие инфраструктуры, доступность информации и многое другое. Но, как и любая медаль, это тоже имеет обратную сторону. В начале этого года новостные ленты пестрили о безумных и порой пугающих поступках подростков. Виртуальные игры и общение в социальных сетях, которые стали частью жизни для детей, пугают родителей. Ведь порой это выливается в совершенно безумные, опасные и совсем не детские игры. В чем же причина? В недостаточном внимании со стороны родителей или же в свободном доступе к любой информации в сети? Ответить на этот вопрос постарался Дмитрий Тымыров. Современные дети и опасные совершенно не детские игры, зомбирование детей интернетом пугают взрослых. Последние резонансные новости о жертвах виртуальных игр «Разбуди меня в 4.20, я в игре» и другие взбудоражили родители школьников по всей стране. И вот буквально на неделе в социальных сетях якутяне увидели видеоролик, как девочка кувыркается на пешеходном переходе. В конце ролика говорит «Пятое задание». А на днях учащийся восьмого класса одной из школ Верхневилюйского улуса проиграл настольную игру. Приятелям ему было предложено позвонить в тяжелую часть под каким-либо игроком. И он набрал номер полиции, где сообщил о заминировании школы Тамалаканского наслега. Почему дети начали играть в недетские игры, с чего надо начать, когда западутся игры неладные. Почему дети, они, подростки, начинают играть в игры компьютерные? Потому что они чувствуют себя одинокими. То есть этим они компенсируют себя. Подростка изменяется поведение. Он уходит в себя, то есть это грусть, раздражительность. Также у него пропадает интерес в общении с семьей, со сверстниками. Также пропадает интерес к хобби, к кружкам. 90% родитель обязан слушать своего ребенка, а 10% это уже решать проблему, если она возникла. Если проблема, она уже неизмежна, и родитель не может самостоятельно решить данный вопрос, то следует обращаться к психологам. Сейчас в республике ведется комплексная работа по профилактике и защите детей от пагубного влияния интернета на подрастающее поколение. В нем задействованы не только школы, но и министерства, и ведомства. Министерство внутренних дел по республике Сахай-Якутия проводит мониторинг социальных сетей по выявлению информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. По каждому выявленному факту сотрудники полиции оперативно принимают меры по недопущению деструктивного поведения ребенка. Управление образования города Якутска совместно с городскими школами сейчас активно работает в этом направлении. В нашей школе установлен контент-фильтр, который не позволяет детям попасть на те сайты, где находится информация, которая им не нужна, которой они не должны получить доступ. Мы проводим уроки, на которых рассказываем о том, как необходимо безопасно пользоваться интернетом для детей. Проводили родительские собрания для родителей, где рассказывали о том, как родители могут оградить детей от нежелательной информации, которую они могут получить в сети интернет. Как родители могут отслеживать то, чем ребенок занимается в сети интернет. То есть давали конкретные рекомендации, конкретные ссылки на программы, как родители это могут сделать. Если в школах ведется такая работа, то у родителей свои методы воспитания. Сардана Власевна – многодетная мать, старшая дочка 15 лет, средней 11 и младшей 6. Каждая из них – помощница и у каждого свои обязанности по дому. У каждого ребенка, у каждой девочки есть свои обязанности. Старшая по долгу старшинства ухаживает за младшими, может сходить в детский сад, продукты закупить, приготовить что-нибудь. Часто я прихожу на готовый ужин. А на прошлой неделе, но они вдвоем умеют уже готовить старшие, на прошлой неделе младшая, ой, средняя, то есть уже угощала нас борщом. Младшая, ей 6 лет, она может полить цветы, протереть пыль, ну и слушаться сестер. Они ей указывают, что делать. И в основном я считаю, что чем больше ребенок занят, тем меньше времени у него на интернет. Интернет сегодня имеет большое влияние на молодежь. Полностью запретить пользоваться им не получится. Ведь сейчас практически везде вводится компьютеризация, будь то в школе и на работе. Главное – научить ребенка правильно выбирать информацию и обрабатывать его. А лучше, как сказала наша героиня, расписать день ребенка так, чтобы у него не было времени на интернет. Кружки, клубы и труд – самый простой выход из ситуации.